Алексей Бобринский. Эрмиты. Петербургская сказка. Глава шестая. Пиковая дама. Гондола пришвартовалась к секретному причалу инженерного замка. Федя, ты аккуратнее в воду не угоди. Ровкий шмя кишит скалопендрами, хитро улыбнувшись предупредил Теодор, когда они вылезали из лодки. Феде показалось, что из воды действительно кто-то выглянул. Мальчик поспешил скорее встать на каменную пристань. Под мостом была большая дверь. Та же взрослая смогла пройти в нее, не сгибаясь. «Этот ход люди сделали на случай осады», — рассказывал Теодор, указывая на старые каменные стены с тускло-горящими светильниками. «Нет, нет, на случай заговора или бунта», — возразил ему Иоанн, который шел впереди. «Нам? Налево теперь», — уверенно заметил Теодор. «Нет, прямо и направо», — не соглашался Иоанн. Во все стороны тянулось множество одинаковых коридоров. «Опять ты все перепутал», — укорил брата Теодор. «К папе в мастерскую налево, потом направо, потом по лестнице. А ты нас скорее к привидениям заведешь». «Ха-ха-ха! Это я-то не знаю, как нам к папе попасть». «Направо, налево, по лестнице через две двери, потом опять налево и по винтовой». Эрмиты спорили и шли все дальше. То, как Теодор скажет, то, куда Иоанн свернет. Сзади уныло плелся промокший Федя с потяжелевшим от воды рюкзаком. «Надо было нам с собой шарф взять», — сокрушался Теодор. «Тогда бы точно не заблудились. Настоящий эрмит в шарфе из шерсти эрмитажного кота никогда не потеряется в городе». «Это потому, что у эрмитажных котов волшебная шерсть?» — спросил Федя. «Да нет», — объяснил Теодор. «Мы, когда обходы подвалов или там чердаков совершаем, шарфик потихоньку разматываем и нитку за собой оставляем. И потом всегда дорогу назад находим. А вот как нить сама с собой снова в шарф сплетается, это уже тайный эрмитез, который эти шарфы вяжет». «Я же говорил, мы на правильном пути», — торжествовал Теодор. «Вот теперь мы поворачиваем налево и видим рыцаря». Компания повернула налево и обнаружила за углом портрет сердитой пожилой дамы в старомодном высоком чипце, украшенном розами, в желтом платье, сшитом серебром и в перчатках красно-кирпичного цвета. «Рыцарь так рыцарь», — ехидно заметил Иоанн. «Это штаруха с колодой карт в руках». «И она на нас очень странно смотрит». Тут он осёкся и побледнел. «Ой, по-моему, мы не туда зашли», — медленно проговорил Теодор и добавил. «Тебе не кажется, что это...» Дальше он ничего не мог сказать и только пятился потихоньку. Иоанн теперь уже тоже выглядел испуганным. «Но мы же с тобой знаем, что привидений не бывает», — сказал он и взял Федю за руку. «Теодор, Иоанн, что происходит?» — встревожился Федя. «Нет, нет, ничего», — ответили Эрмит и Разом и принялись таратурить, не случая друг друга. О том, что привидений не бывает, и что это всё только в сказках. При этом они продолжали дрожать и пятиться. Рядом за соседней дверью раздался грохот. Мальчики замерли. «Упало что-то», — не верно, — говорит Иоанн. «Да ерунда, просто чепуховенка какая-нибудь», — дрожащим голосом ответил мой Теодор. Но тут соседняя дверь начала открываться со зловещим скрипом. Теодор мгновенно вскарапался на плечи Феде и завопил. «Ноооо! То есть бежим!» Побледневший Иоанн вытянул руки по швам и упал, не подавая признаков жизни. Подхватив его, Федя помчался обратно по коридору. Они неслись, не разбирая дороги, а сзади всё грохотало и трещало. Казалось, что стены ходят ходуном, а бесконечные переходы всё тянулись и не думали кончаться. Иоанн на руках у Феди маратонный лепетал. «Нам всем конец! Пиковая дама означает эту, как её? Тайную недоброжелательность!» Теодор скакал на плечах Феде, указывая, куда бежать. То закрывал ладонями глаза, то оглядывалась и вопил не своим голосом. «Мама! Налево, направо, вверх по лестнице! Мама! Вниз, прямо, направо, в дверь! Мама! В другую дверь! Вправо! Осторожно, ступенька! А-а-а!» И все трое кубрием покатились по полу прямо в приоткрытую дверь. На двери висела табличка. «Парапет. Главный инженер инженерного замка. Часы приёма с 11 до 13 по вторникам». Перелетев через порог и заперев за собой дверь, ребята перевели дух. Кабинет главного инженера представлял собой небольшую комнатку, всю заваленную чертежами, карандашами и диковинными приборами для счёта и измерений. «Кто это опять? Сегодня неприёмный день!» Хозяин кабинета сидел спиной ко входу и не видел ребят. «Папа! Привет, это мы!» Возбуждённый за тараторией армитра. «Ты не представляешь, что сейчас с нами произошло! Мы от призрака убегали!» «От пиковой дамы? А! Эту охранную систему я смастерил давно. Простейшая оптико-механическая трёхфазная проекционная система. Географические стерео-визуальные эффекты плюс высокоточные утрозвуковые пиковые излучатели. И, несомненно, психологический фактор!» Говорил парапет, всё ещё сидя спиной к гостям. «А пугаться тут нечего! Я всегда говорил, что образованные эрмиты ничего не должны бояться!» Продолжал он поворачивать к ребятам. «Мамочка!» – звопил главный инженер, падая со стула. «Это ещё кто с вами?» «Вы гайки-заклёпки вы даёте! Человека ко мне привели, что ли?» «Это Федя, наш друг! Он нам помогает одну штуковину вернуть на место!» Успокоил его Иоанн. «Очень приятно, Фёдор! Вы в каком классе? В пятом? Уже геометрия началась у вас? Нет? А алгебра? Тоже нет? Чему же вас в школе учат?» Заговорил с Федей растерянный инженер после небольшой паузы. «Литература, информатика, английский, физкультура!» Начал перечислять с Федя, но тут же сбился. Сам парапет был похож на своего отца фасада, только борода была аккуратно подстрижена и расчёсана. Выслушав Федю, я окончательно успокоившись, парапет обратился к сыновьям. «Ну что же, почту мне принесли? Посмотрим, что тут!» И он запустил руку в рюкзак. «А, вот оно!» На свет появились два гаечных ключа, сложные крест-накрест, и перевязанные проволокой, и какой-то чертёж. «Ага, значит сюда!» И пристроил странную конструкцию на стену, где же висели несколько бубликов, рули троллейбуса, какие-то трубы, крестовины от водопровода, дорожный знак круговой движения и сковорода без дна. Уже, ничему не удивляясь, Федя подумал, «Наверное, так у них принято стены украшать». Хотя нет, конечно, стена — это поле для игры в крестики-нолики, бублики и сковорода-нолики, а дед передал для парапета кресть. Ну, всё просто. Тем временем парапет извлекал из рюкзака книги, пачки чертежей, кадилок с картошкой, кутаной в одеяло, провода, лампочки, и, наконец, достал шар. «Папа, я твою вещь нашёл», — гордо заявил Теодор. «У тебя от башни отвалилась». «Со шпиля упала», — уточнил Иоанн. «Это мы оба нашли. Оба». «Откуда, говорите, упала?» «Хм, падала бы быстро». «С какой высоты, говорите?» — вертела ядро в руках парапет. «Да со шпиля замка-то этого». «А пазло-то отвалилось». «Со шпиля замка», — бормотал отец, — упала. «Нет, ответ отрицательный». «Ошибка в расчётах, не тот диаметр». «Ха! У меня на шпиле шар огромный, ого-го какой! Я там себе обсерваторию хотел устроить. А этот маленький. Ничего себе маленький! Еле-еле вдвоём его катили, удивился Иоанн. Знаешь, не твоя штуковина». «Не моя, точно. Но вещь интересная. Какая совершенная форма. Такое совершенство я встречал только в подшипниках». «Под чем?» — хором спросили ребята. «В подшипниках». «Там, где что-нибудь крутится или поворачивается. Колесо, например, там обязательно подшипник должен быть. А в подшипнике шарики маленькие, да. А этот большой. Хотя, смотря с чем сравнивать. Если он такой большой, следовательно, подшипник больше шарика. А механизм, в котором подшипник ещё больше просто громадный. С дом величиной. Или с мост. «С мост?» — переспросили ребята. «Да, совершенно точно. Правильный ответ — это шарик от подшипника из разводного моста. Наверное, из Троицкого. Ой-ой-ой!» — вдруг испугался парапет. «Надо понтону вернуть его, пока мост разводить не начал. А то всю навигацию застопорим. Так что давайте туда. А по пути к маме загляните. Проверите. Передайте, что я скучаю по ней». Несмотря на то, что приятели так и не поняли, что такое подшипник, распрашивать они не стали, а направились к мосту. Путь их проходил через летний сад. Редактор субтитров А.Семкин